Будущее телевидение. Ученики школы номер 11 открыли свою телестудию. Ее главный редактор, девятиклассник Евгений Фатькин, успешно участвует в конкурсах различного уровня и даже обучает учеников младших классов основам тележурналистики. 28 августа прошел школьный сбор, на котором присутствовали все ученики нашей школы. Евгений Фатькин начал увлекаться тележурналистикой в 2012 году. Теперь он главный редактор школьного телевидения. Помогает ему одноклассница Арина Дудник. Но в съемочном процессе участвуют и другие ученики школы номер 11. Проект ребята назвали «Школьности». В настоящее время у нас уже отснято более 30 выпусков. Это только новостей. Также у нас существуют еще две рубрики, такие как «Желтая пресса» и «Мьюзик Тексис» – музыкальная программа. Евгений Фатькин хочет связать свою жизнь с журналистикой, поэтому постоянно совершенствует умения и принимает участие в городских, федеральных и даже международных конкурсах. Он был награжден путевкой во всероссийский лагерь «Океан» билетами на чемпионат мира под Хаквандо. В поездках Евгений тоже работает, снимает репортажи. Учителя начинания девятиклассника и его друзей по телестудии поддерживают. Надеемся, что кто-то из них выберет такую непростую профессию, как журналистика и тележурналистика. И мы, как педагоги, наверное, считаем, что мы стоим на правильном пути, ведь главная наша задача – помочь детям выбрать правильный путь, ну и тем более таким одаренным, как вот в данном случае. Своими знаниями Евгений делится с учениками младших классов. Он рассказывает им о том, как интересно и непросто быть журналистом. У меня у самого лично есть книга «Детская тележурналистика» Андрея Титова. Там хорошо все описывается – от написания сценария до съемки репортажа. Вдохновленные примером Евгения Фатькина ученики младших классов уже мечтают о том, как будут репортерами, ведущими, редакторами, монтажерами. Даниил Суроваткин, например, хочет стать режиссером. В телевизоре мне всегда нравился показ, как делали тот или иной фильм. И мне нравились режиссеры, потому что они сидят на специальных стульях и должны говорить, когда что должно начинаться. Они должны распределять роли, следить за всем. Планы у ребят грандиозные. А в ближайшее время они собираются на фестиваль «Медиа поколения». Правда, финансов на поездку пока не хватает. Поэтому будущие журналисты не откажутся от помощи спонсоров. Вы тоже можете поддержать талантливых школьников.